после покатушек на fiat 500 у меня руль теперь поврежденный слегка скрипит при повороте налево но я думаю жить будет потому что я разобрал там вроде ничего такого видимых повреждений это наверное какой-то подшипник где-то там спрятан скрипел форзе 4 я думаю сравнивать уже особо нет смысла потому что и так понятно что она проигрывает gt6 и форзе 5 более скучная немножко такая физика чё я мучить то лишний раз и время занимать лучше уж gt6 с форзе 5 сравнить там других машинах я в этот раз выбрал от nissan посмотрим с вами довольно устойчивый даже наоборот как бы старается больше передом скажет чем за нас только уже при добавлении газов на выходе звук неплохой мне кажется у них один и тот же звук и у skyline и у gtr и у 370 наверное ну как бы используется наверное один тоже потому что что там вообще лишь похоже как может и нет у меня где-то есть там видео сравнение звуком там частенько конечно например на honda одинаковые звуки почти на всех то есть сэкономили время и поставили тут же звук все равно никто не заметил ну машина я могу сказать что едет нормально так довольно просто и понятно устойчивость хорошая ну как как бы опять не руль свою не сломать ну это как бы про машину а про физику ну физика да физика чё вот за четыре обычная такая плоская современным меркам все равно как бы каждый поворот немножко по-разному проходит то есть есть какая-то вариативность и это более-менее интересно ну и звук хороший сожалению нельзя на руле смотреть по сторонам без камеры кинект кнопками нельзя так вот еще и салон наплопать так вот немножко бывают такие эффекты какие-то странные может быть просто яркости лизера настроена неправильно но gt6 бывает что все таким белым светом покрывается что прям слепит вообще ничего не видно как бы ой трясется это надо что такое что такое ха-ха-ха о, видали что это все потому что надо вырубить дрифт режим из форзы как бы блядь не кто нажал да то есть как бы у руля есть пресс это ну как бы настройки да одни для форзы другие для gt я использую ну как бы несовместимо настройки для форзы здесь используют потому что вот так вот начинает трястись ну там просто дрифт режим один есть такой когда рум быстрее возвращается в нулевое положение приходится его в gt выключать и ну так трясется так а чё это я чё за звук такой дерьмовый что я мимо передачной промахиваясь момент переключения пропуска ну в принципе едет так же вот можно допустим подумать что 370z такой как типа как toyota gt 86 такая типа легкая машина ну как бы не легкая как бы такая спортивная но на самом деле едет что в четверке что здесь как бы довольно так солидно и довольно так бегемотисто немножко местами то есть как-то не стремится там все время в занос уходить наперед кей со сноса вообще машина я насколько знаю это она тяжеловато это когда для спорта хотя выглядит вроде как таким натуральным спорт купе без всякого гламура ну ехать приятнее чуть-чуть чем в четверке да за счет чего я не знаю но вроде как он за счет может быть шин и может как они звучат как они работают вот это скольжение вроде поприятнее подвеска отрабатывает неровности между прочим на здесь на этой трассе тут довольно много причем даже корзи 4 которые говорят что там типа все плоско и ничего там тоже есть точки и в нужных местах и этот раз особенно этим отличается местами как стиральная доска даже такие такой профиль дороги в некоторых поворотах и приятно что здесь эта подвеска как бы отрабатывает реалистичнее как будто ну чувство что как высказывается на управлении немножко ну сейчас я наверно врежусь за носом смотрите за носа также легко гасится да что касается именно характера машины насколько он похож при том что здесь праворульная версия вообще-то фр леди z а там 370 z и еще неизвестно он то ли американский спецификации то ли европейской но не важно но машина по характеру очень ну тогда я забыл провести только упражнение 4 я уже боюсь чтобы свою роль опять вообще не добить до конца фанатек так жестко дрифтить он этого не выдержал машина в общем то подходит для таких вот 3 дней в принципе заносы довольно легко убирается но ну если бы она была еще полегче то есть и вниз потом я думаю получше с этой машины там мощнее в целом да ничего она как бы кажется ну чисто вот если по ощущениям машины такая немножко боевая у нее как будто подвеска такая упругая как бы то что нужно для спортивной машины вот в этом месте вообще-то форзе трясет и здесь что-то нет вот здесь трясет в других местах поменять ну с дрифтом осторожнее надо теперь вот дрифт-режим как раз его полезная штука ну на руле настройка он как бы резко возвращает обратно то есть ты вырулил куда-то а потом опускаешь и руль сам почти что-то ну крутится на ноль но джеки использовать нельзя потому что так вот трясется все и а без него он руль сам довольно медленно так возвращается поэтому не очень удобно здесь могу сказать что здесь лучше да здесь реально как то более ну как вот так же как в предыдущих машинах в сравнении с f4 более объемно так более как-то живо ну и как-то более многообразно короче как это вот например передать там по виду вот если посмотреть по видео то они все в общем-то едут одинаково даже поведение у них одинаковое да они ну вот у этих у этой машины в этой модели и манера прохождения наверно поворот одинаковая но по ощущениям все-таки там это более так плоская видимо там а дальше шин попроще в четверке и подвески там подвеска смысле попроще сильно попроще может быть ну а здесь как-то так все как-то живенько и как-то интереснее как будто ты вот прямо рулишь по-настоящему мелочи а приятно и все это складывается в такую картину хорошие вот я думаю что думаю что форзе 5 будет хуже наверное сейчас и слив включены я уже к этому морально готов напоминаю зрителям что все машины естественно тестируется без каких-либо помощников с максимальным реализмом там и так далее то есть все выключено один на один с машиной причем рули конечно разные там gt6 и forze 4 руль фанатек gt2 а тут трассмастер так вот у трассмастера педали кстати говоря они хоть и пластмассовые но ну намного лучше чем ожидаешь допустим там у какого-нибудь driving force gt это просто вообще просто ужас они педали кошмарные а здесь они по виду такие же но нажимается нормально ну и вот что тут у нас звук такой что-то средний между этим и этим как бы между forze 4 и gt6 ну какое-то честно говоря поведение странное ну как так как похоже что-то в целом да но в то же время как-то не очень я не знаю там по годам выпуска но я думаю одна и та же машина потому что в четверке это 2010 года 370z здесь наверное то же самое ну чем-то похоже да вот она как бы не охотно так поворачивать передние колеса немножко шевшаться нельзя но в то же время как-то вот она ну чисто сама машина по своей своему характеру немножко отличается хотя вот допустим на выходе не буксует не заносит тоже в общем то похоже но в целом как-то она вот тут более динамично как-то рулится что ли так более резко обычно я это за гран туризма 6 замечаю что там машина вроде как по пободрее рулится так более легко и непринужденно в данном случае здесь в данном случае gt6 и forze там 4 ну gt6 мы ее основным конкурентом считаем да там эта машина какая-то такая все таки солидные как я сказал даже немножко бегемот чуть-чуть стоки а здесь она ну как было перестраиваться быстрее вещи насчет торможения тоже я вот что-то что-то я сомневаюсь мне такие ощущения после gt6 что forze тормоза не слишком мощные по сравнению gt6 ну вот так если полный газ вообще легко насколько тут и просто убрали эти тачки и она как бы не сильно не ощущается опа опа вот это это интересно вот такие блять фокусы уже тут не проходят я немножко это пробовал гран туризма вы видели но я побоялся за руль поэтому но там тоже понятно было что даже по тому небольшому упражнению которое я там делал вот так вот да понятно что здесь сложнее потому что здесь сразу можно улететь ну если дергать руль это конечно весело но насколько это там реалистично это уже другой вопрос весело брутально да жестко особенно ладно это хоть машина не такая мощная но на каких-нибудь суперкарах тут на некоторых можно так вообще легко врезаться куда-нибудь и это и там это уже как бы не смешно здесь то хоть весело а там не очень когда поневоле тебя там куда-то заносит все вот все вообще вот видели да руль повернут виртуальный руль то он крутится всего вот настолько да но на самом деле вот даже по звуку вот слышите вот допустим вот я сейчас начинаю крутить то есть вот он так да вот смотрите вот я его кручу допустим отсюда кручу 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 вот так вот так вот сейчас машина как бы шла по диагонали ну так в заносе таком классическом не знаю как это не занос называется может потеря управляемости и я уже полностью выкрутил руль и это продолжалось вот так вот несколько секунд ну конечно я по траве правда ехал не по асфальту и она не стала упрямляться то есть то есть руль был повернут куда надо против заноса и машин так и не обрела устойчивость и такая особенность корзе 5 такая сложная черта и знаю насколько это правильно она есть я вот допустим шести 6 если так сделать то там скорее всего ну вырулить можно было бы хотя бы если не избежать столкновения то хотя бы как-то маленький курс машины поменять а здесь вот так вот я допустим ну и все я вот ну маленько вырулилось что то но это уже когда скорость снизилась до нуля ну и значит надо делать какие-то выводы выводы такие знаете что вот здесь как это грустно мне говорить здесь несмотря на то что в целом это все похоже но здесь неинтересно в gt6 интерес нет на этой машине ездить реально несмотря на то что здесь там фидбэк лучше руль современнее да у меня для этой игры но тут прям как-то тупо почти так же как четверки я понимаю конечно что в форзе 5 есть разные машины и они по-разному едут иногда даже очень по-разному одна допустим кажется какой-то сильно примитивный в управлении другая наоборот преподносит там сюрпризы может быть разная проработка они же в торопях эту игру делали может быть просто там ну как то так получилось но короче gt6 интереснее получилось здесь вот 370 ну точнее там Firelight Z едет лучше чем форзе 4 и поинтереснее чем здесь форзе 5 никакие там шины ничего там это не поможет но это может быть знаете тоже на уровне просто спецэффектах таких когда тебе уже мало просто реалистично переданного вождения на тебе хочется каких-то таких спецэффектов псевдо которые бы тебе казались может быть это так которые бы тебе казались что ты водишь машину а на самом деле может их нету этих спецэффектов в реальности да в спецэффектах в виде ну там каких-то скольжений каких-то замысловатых там вот этих вот работы с шин там всего подвески даже здесь подвеска как-то вообще не нет слабо реализована на ветерке в сравнении с грантуизмом 6 стой так вот значит значит форза 4 мы с ней наверно заканчиваем потому что уже она все показала форза 5 в данном случае как-то особо не впечатлила но там разные были машины есть которые нормальные что что шуршит но эта машина она как-то скучновато в целом то и характер похоже примерно да и повадки какие-то похожи но явно явно здесь я думаю что шины то получше ну сделали как чем четверки конечно же тут машины нового поколения деформация шин но именно в подвеске тут беда и gt6 это гораздо совершеннее я думаю что форзи 6 это как-то исправит будущее но в данном случае она проигрывает gt6 на это вот именно эта машина именно за счет того что ну как бы плосковато она едет все таки лучше чем четвертая но все таки плосковато и как то отмене нету такого вот ощущение такого как gt6